Всем привет! Это еще один выпуск проекта Суэфа. Мы приготовили для вас еще две профессии. Одна хорошая, другая еще лучше. Шикарная просто. Шикарная. Поэтому хотелось бы вам о них рассказать. Ну давай, говори. Это шаурмен и техничка. Шаурмен? Ну, шаурмен. Человек, который готовит шаурму. Я его шаурмен назвал. Окей, окей. Ладно, что, давай. Давай на Суэфа, как обычно. Давай. Давай так. Ты проиграл, я выбираю, кем ты будешь. В смысле, я и так проиграл, и я техничка. Нет, ну ладно, если ты хочешь. Я хотел тебе предложить. Нет, ну у нас же типа худшая. Но она не худшая. А в смысле, это круто, да, типа? Ну для тебя может, я и знаю. Мне сейчас надо искать место, в общем, да, где. Короче, иди убирайся. Ты можешь вот отсюда начать, можешь здесь начать полы вымыть. Надо полы помыть заведению, да? Надо заведению полы помыть. Ну-ка. Посуду натереть, это уже, конечно, другое, но полы можешь здесь помыть. А ты иди, что, на кухню тогда готовишь? Короче, погнали. Давайте. Посмотрите на эти глаза. Они хотят спать. Они не хотят видеть вот это все. Но я знаю то, что вы хотите все это видеть, поэтому я здесь. Я нахожусь у 33-й. Я нахожусь у 33-й школы сегодня, я работаю с техничкой. Пойдемте уже посмотрим, что да как. Всем привет! Сегодня мы находимся на остановке спортивной не случайно, потому что работать я буду именно здесь. Сегодня я для вас, ну и для себя, конечно же, буду готовить самую наивкуснейшую, наилучшую, а что очень важно, полезную шаурму. Давайте посмотрим, как это будет. Здравствуйте! Здравствуйте! Я пришел к вам готовить шаурму. Пожалуйста, заходите. Все, отлично, здорово. Ну вот сразу по первому взгляду можно сказать, вот что привлекает, да, это чистота. Такое ощущение, что вы перед моим приходом убрались. Как тебе приходить? А, каждый день. У вас всегда чистое. Вы за чистоту отвечаете. Я готов готовить шаурму. Так, ну что, я нахожусь уже на втором этаже. Совсем скоро приступим к мытью полов. Мне уже выдали перчатки, халат. Сейчас возьму ведерко, швабру и начну мыть полы. Блин, джин, я тебя ненавижу. А с чего вообще начинается рабочий день уборщицы в школе? Рабочий день начинается с того, что приходят, значит, за 12, за 12, за 15 минут раньше, чтобы успеть подготовиться к рабочему дню. Переодеваются, приходят, одеваются в свою спецодежду, средства защиты. Потом идут на свои закрепленные участки, делают обходы. Самое первое, что они начинают, после того, как прозвенел звонок, они, значит, сначала моют лестницу, потом моют туалеты. Чистят раковины, чистят унитазы, промывают ручки дверные с мыльно-содовым раствором. При мытье они используют дезинфицирующие средства. Дальше, после того, как помыли туалеты и лестницу, идут мыть служебные кабинеты. В общем, большой объем работы. Во время своей работы в первую смену они также моют, значит, часов в 11 у них начинается матье коридоров. Коридоры большие, за каждым закреплен свой участок, это 500 квадратных метров в первую смену. Во второй смену 1000 квадратных метров им положено. Протирают также стекла в коридорах, зеркала протирают, цветы поливают, цветы чистят от пыли. То есть это сколько идет рабочая смена? Рабочая смена, 7-часовой рабочий день. Кошмар. Ну ладно, я вам примерно сейчас покажу, как все это проходит, но это вообще жесть какая-то, походу. Давайте так, задам очень важный вопрос для многих, для тех, кто любит шаурму, постоянно ее употребляют. Мясо, да, непосредственно одно из основных ингредиентов, вот, это курица, я так понимаю, да? Она у нас, кстати, идет без кожи. Без кожи. Абсолютно без кожи. Это только грудка. Это только грудка, получается. Других частей тела курицы здесь нет, получается. Курица не бывает, это... Ну, я хочу сказать, что получается, это чистый белок. Белок у нас приходят спортсмены, борцы в основном. Детям реально они берут своим детям. Просто чисто такое мясо, без лаваша, без овощей. Ну, это как раз для меня, я просто пытаюсь сейчас следить за своим питанием. Давайте можно даже месяц приходить, если будете здесь кушать, проверим вес вот. А, да? Месяц, друзья. Это очень крутой эксперимент. Самое главное, что он бесплатный. Просто на халяву ходить месяц, кушать и потом сказать, что-то я... Не получилось, давайте еще один месяц. Я попробую. Должно получиться обязательно в следующий месяц. Ну, расскажите, вот где происходит, где вы нарезаете все. Так, здесь, получается, происходит, в общем-то, подготовка, уже к самому важному, подготовка ингредиентов. Самое главное, не отрубить палец и не добавить миска. Да, соответственно, нарезается здесь же капуста. Мы уж не будем вдаваться в подробности. Капусту, я думаю, каждый может нарезать. Просто хотелось немножечко принять участие и поучаствовать в процессе создания шаурмы. Да. Мне просто интересно, для чего вот это, Маша? Это когда кому-то не нравится шаурма. Его приглашаем в кухню. Да, да. Его приглашаем в кухню, чтобы он, так сказать, наглядно посмотрел, как она готовится. Друзья, поэтому просто на всякий случай предлагаю вам, когда вы здесь заказываете шаурму, всегда говорить, что она вкусная. Просто это совет, как бы, ну, сами понимаете, как бы, да. Сначала простираем в кухню. Че, по низу? Вот так вот палец просто нагло. С вами я, Вадим Биткоин. Я как узнал, что он здесь, снова, сразу сюда пришел. В школе не мусорите? Нет. Уважайте трубки, я уважаю трубки. Школа наш второй дом. Сарапин. А что, давайте, берите сарапин, давайте. Нет, нет. Ну так иди отсюда, что ты. В общем-то, мы перешли уже в это помещение. Здесь непосредственно происходит уже сама готовка шаурмы. Что нужно для этого? Соответственно, вот то, что мы нарезали, огурцы, помидоры, здесь сыр, грибы. Здесь есть фри, да? Да. И соленые грибы. Да, круто. Соленые огурцы. Ой, соленые огурцы, да, да, да. И капуста непосредственно, да? Как нам сказали, многие просят положить побольше капусты. Ну, это в основном девчонки. И я понимаю, зачем они это делают. Да-да-да. В общем-то, ваш секрет раскрыт. Итак, друзья, пожалуйста. 526 грамм, друзья. В следующий раз, когда вы приходите в шаурму номер один, вот здесь, который находится на спортивной, вы говорите, мне нужна шаурма 23-24 сантиметра, не меньше полкилограмма. И все, вам делают вот такую крутую шаурму. Мы сейчас приготовили классическую, да, ну, там, острую немножко, там, ну, такую разновидность. Сколько вообще видов шаурмы у вас здесь есть? У нас видов 5, минимум. 5 видов. 5 видов. Это классическая. Стандартная. С сыром, с грибами, с картошкой. Грибами, с картошкой. С артией. А с артией. Ну, и по желанию, там, если кто-то хочет, там, поострее, там, не поострее. Да, и кто-то бывает вообще мясо не хочет, как мне помидоры, огурцы, сыр, грибы. Ну, не теряется. Травоядный. Если есть еще такой хот-дог твикс. Хот-дог твикс. Нет, он не старый. Он двойной. Пришли, так сказать, поснимать, а оператор выклянчивает булочки разные, шаурму вкусную, хот-дог твикс вот сейчас мы сейчас сделаем здесь. Можно не готовить на ужин? На самом деле, я считаю, что это крутая тема, потому что, ну, не все, неудобно кому-то, может быть, шаурму кушать. А здесь, а? Как я давно не слышал этот звонок. Сейчас будем поливать цветочки и потирать пыль. Пыль. Это какой-то ужас просто. Здесь столько детей. А они все кричат и бегают. Куда я попал? Вот, наверное, самое простое. Это поливать цветочки. Но они не только опрыскиваются, еще и тряпочкой протирается пыль с листиков. Но это я тоже знаю. В армии я служил. Полы мыть вроде не забыл как. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. В каждой техничке есть своя территория закрепленная, где они будут моют полы. Сейчас мне надо правый коридор и совсем второй раз. Ну, кстати, друзья, если есть люди, которые спешат и хотят, чтобы все было быстро и вовремя, вы можете позвонить вот по этому номеру телефона. Это предзаказ. Соответственно, звоните, говорите, я буду через 20 минут. Мне надо там, не знаю, 5 шаурмей. Шесть шаурмы. Пять шаурмей. Шаверм. Пять шаверм. Пять шаверм. До самого низа? А? До самого низа? Да. Ну, можно мне хотя бы один пролёт. Окей, окей. Все, все учиться. Бегом. Мне надо работать. Перила. Перила. Лестница. И все, да? Все. Опаздываешь, опаздываешь, опаздываешь. Давай. Опаздывайте, девочки. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей, быстрей. О, Боже, спасибо. О, Боже, я смею, смею. Так, это что это мы входим, а? Сморок уже давно, по стене, локу быстро. Круто, круто. Куда? Новый персонал. Что это? Это... 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 А что это? Это наш новый персонал. О, красота. Тоже сложно. Как я справился, нормально? Отлично справились. Отлично. Приходите к нам работать. Моя шаурма. Ну как? Что я бросаю диету? Такую вкусную шаурму я первый раз съел. Еще разочек и все. Да, да, наверное. Ну нет, два раза. Реально вкусно. Поэтому приходите, друзья. Находятся они на остановке спортивная 11Б. Шаурма номер один называется. Заказывайте или шаурму, или шаурму-бургер, или бургер-твикс. В общем-то, вариантов тут много. Можно где-то что-то попросить добавить. Я думаю, что вам, конечно же, не откажут. Очень вкусно было. Спасибо огромное за возможность попробовать покрутить и возможность попробовать эту вкусную шаурму. Пока-пока. Только не говори привет сейчас. Привет. Все знают, что мы виделись только что. Как бы и договорились, что будем говорить. Все, как бы. Раскрываем секреты съемок, короче. Давай по факту, короче. Ты делишь себя, ну, своей профессией, что там сложное или несложное. Ужасно. Вообще, я... Ты просто не представляешь. Что сложно? Да я полынул в школу. Тяжело или что? Тяжело. Ведра таскать? Все тяжело. Вот там, блин, коридоры у них, у каждого, короче, своя территория. Ее надо мыть. И надо успевать до перемены. Ну, скажи, вот теперь, вот после того, как ты знаешь, как сложно работать техничкой, будешь по-мокрому ходить? Нет. По-помытому? Нет. Не хочу. А ты орал так, типа? Куда? По-помытому? Не орал так. Я кричал там, что-то, да, типа, ну-ка, быстро уже, типа. Я в школе работал. А, в школе? Ну, пошел в школу, да. И это было забавно. Ну, и узнавали еще люди, это тоже было забавно. Стремно? Ну, прикольно. Ну, а я шаурму пахал. Кстати, я поел шаурму. Мне даже неинтересно. Смотри, я приготовил шаурму несколько видов. Угостил себя, угостил нашего видеооператора, Веру, я попросил снимать. А, нам еще домой дали, короче, я жене взял, Вера себе взяла, своему ребенку, короче. Очень вкусно шаурма. Знаешь, в чем плюс? Вот я сейчас, типа, на диете, короче, ну, как, типа, правильное питание. И там кожу, короче, ну, и не кладут вот между слоями. Вот чистый мясо, чистый белок. Ну, это типа круто, да? Ну, и так считается, да, жира нету, понимаешь? А то у меня предостаточные... Ну, короче, я был недоволен. Ну, извини, это суефа, ты проиграл. Я надеюсь, что тебе понравилось. Да, погнали, придумаем следующую профессию. Две профессии. Поработаем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а вам хотим сказать огромное спасибо. Подписывайтесь на канал Чигиряут. Ставьте лайки, колокольчики, молокольчики. В общем-то, смотрите, рассказывайте друзьям. И любите друг друга. Ты, как всегда, долго-много болтаешь. И будьте счастливы. Счастливы. Здоровья пожелай всем. Всем здоровья. С Новым годом. Пока, Джин. Перед Новым годом, наверное, не выйдет, может быть, и выйдет новый выпуск. Мы пока не знаем. Но поэтому заранее хочется пожелать вам счастья. Чтобы в Новом году вы сбывали все... Короче, все, давай, пока. Сам допишет там. Спасибо. Спасибо. Спасибо.